6 мая в годовщину так называемых массовых беспорядков на Болотной площади в Екатеринбурге состоялся пикет в поддержку новых политзаключенных Новой России. Заявку на пикет подавало местное отделение партии РПР Парнас. 30, 100, 500 человек – это уже большая победа, потому что совсем недавно наша страна таких людей не видела. В отличие от широко рекламирующихся московских мероприятий, информации о Екатеринбургском пикете в соцсетях было не очень много. Да, мы не очень много давали рекламы в соцсетях, потому что мы считали, что на это мероприятие должны прийти люди, а не просто поставить лайк в Фейсбуке и тем самым считать свой гражданский долг выполненным. Для нас важно просто, чтобы люди пришли, посмотрели в глаза друг друга, увидели, что среди множества граждан России есть люди, которые думают точно так же, как ты. Они просто ставят лайки в интернетах, чтобы не говорили, что мы собираем на революции лайки. Мы не лайки собираем, мы людей. Мы собираем здесь граждан. Организаторы оценили количество участников от 300 до 500 человек. Кроме неравнодушных граждан, в пикете также приняли участие екатеринбургские оппозиционные политики. Все равно власть мониторит все, что происходит. Все равно надо показывать свое настроение, свое отношение к происходящему. Это может показать даже один человек, может показать сто, может тысячи. Чем больше народу покажет, что небезразличен то, что происходит в стране, тем быстрее власть реагирует. Но на самом деле во власти достаточно вменяемых людей и мониторит ситуацию каждый день. Мне не очень кажутся важными протестные акции, мне кажется важным личное отношение каждого человека. Вот когда каждый человек, где бы он ни находился, берет и выходит на улицу, потому что не может молчать. Весь смысл всего этого дела именно в преображении каждого человека как личности, а не в массовке. Рядовые участники пикета привлекают внимание к проблеме политзаключенных, убеждаются в наличии единомышленников и цитируют лидеров. Я немного украду Леонида Волкова из ЖЖ, его мысль. Я пришел для того, чтобы увидеть единомышленников и удостовериться во взаимном существовании. То есть просто увидеть, что мы есть друг у друга и что есть еще мыслящие люди, есть люди сопереживающие, есть люди небезразличные. Я считаю, что с такими акциями нельзя добиться освобождения политзаключенных. Этими акциями мы можем только привлечь к ним внимание, чтобы репрессивные органы государства не могли их загнобить в тюрьме или убить в тюрьме. Мы только поднимаем их имена, чтобы они были на слуху. Пикетчики уверены, что ситуация в стране будет меняться, только если акции протеста будут более массовыми, а граждане более организованными. Мало вот этого узкого круга людей, нужны массы, к сожалению, которые на данный момент не участвуют в политической жизни страны. Можно медленно, но верно. Можно. Добрая машина пропаганды должна работать. Я считаю, что мы должны организовываться именно по месту жительства, труда, учебы, чтобы представлять реально какую-то политическую силу, чтобы нас было много. И тогда мы сможем добиваться демократизации всего существующего общества, в том числе и судебной системы. Завершился пикет. Немного печальным, но очень символическим действием. Белые шарики с партийной символикой и таревонем свободы для политзаключенных отпустили на свободу. Денис Поробов, Екатеринбург. Специально для Политвестник ТВ. Денис Поробов, Екатеринбург.